И теперь к другим темам. Нарьинмарцы пожелали медведю Миши сладких снов. Традиционная акция, закрывающая сезон посещения популярного в Нарьинмаре бурового медведя Миши, прошла на территории заповедника Ненецкий в эти выходные. И, как всегда, гостей праздника ждали увлекательные конкурсы, познавательные викторины, мастер-классы и лотерея. О том, как Миша принимал пожелания, расскажет Ольга Русул. Вот уже 7 лет в середине октября заповедник Ненецкий проводит акцию «Пожелай Миши сладких снов». В этот день горожане и гости окружной столицы приходят в вольерный комплекс своему любимцу. Бурому медведя Миши приносят угощения и желают спокойного зимнего сна. Особенно рады празднику дети. Он старается ложиться, делать берлогу, когда до снега, и встает, когда уже пробивает ему вода. Медведь не такой злой, я приношу ему сгущенку. Если вот про этого, то он умеет саму сгущенку открывать. Мы знаем то, что они большие, и когда встречаются с ними, то есть от них не надо бежать, надо знать обычные правила. Мы в прошлом году тоже, Вика, она приносила сгущенку, такую пластиковую бутылку, кинула ему, и он взял его в руки и сам открыл. В этом году праздник отличается большим количеством творческих мастерских. Пожалуй, самая востребованная из них – роспись экологической сумки. Интерактивные стенды, экологическая тропа, медвежий переулок – здесь каждый найдет для себя занятие. Увлекательное для взрослых и детей мероприятие организовано заповедником Ненецкий на средства гранта конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукойл». Благодаря этим средствам праздник прошел на ура. Самое интересное – это, наверное, обновление наших интерактивных стендов, где можно подойти, покидать на крючочки, получить тоже приз от заповедника. Также у нас есть стенд информационный с различными птичками, можно посмотреть особенности клюва каждой птицы, где наши сотрудники рассказывают, показывают, как это есть на самом деле. А если замерз, можно согреться горячим чаем. Кстати, те, кто пришел со своей многоразовой кружкой, получили призы от заповедника Ненецкий. Мы благоустроили территорию, построили экологическую тропу, настилы. Больше у нас стало наглядной агитации. Ну и с каждым сезоном у нас все больше и больше гостей приходит на праздник «Медведя». В этом году праздник получился одним из самых массовых. Его посетили более тысячи человек. В этом году заповедник участвовал в социальных конкурсах, объявленных Пауэл Лукоил, выиграл грант на организацию праздника «Пожелай Миши добрых снов». И, в принципе, за счет средств Пауэл Лукоил были организованы различные конкурсы, закуплена сувернирная, наглядная продукция для этого праздника. Мы, в принципе, надеемся, что сотрудничество с Лукоилом у нас продолжится. Кульминация праздника – закладка елового лапника и сена в берлогу. Это свежая постель для Миши. Жира за лето он нагулял достаточно, чтобы спать всю зиму. Конечно, сейчас «Медведь Миша» спать не ляжет. Это произойдет немного позже. Но с сегодняшнего дня начнется подготовка к длительному зимнему сну. А мы вместе со всеми горожанами желаем медведю сладких снов. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».